здравствуйте туристы и оптимисты у нас сегодня сразу же вот так вот м 73 чешские на кухне так бывает очередь длинная вот она рекору ведь вот о чем я говорил в обзоре вот она вот она видна видите поймал поймал так вот так бывает несмотря на длинные и достаточно злобные очереди где очень неплохие ножи от очень серьезных производителей пихаются локтями для того чтобы попасть вот сюда вот на эту самую кухню и на этой самой доске что нарезать иногда я включаю корруптивного значит обзорщика то есть если мне интересно мне как бы вся очередь подождет я буквально сразу же выхватываю как говорится нож и сюда во первых строках своего письма скажу что опять же благодаря тому что micarta они g10 и самое главное благодаря тому что три миллиметра и не только в обуви но и в хвостовике нож для своих размеров очень легкий возможно это помешает мне рубить в джунглях амазонии но зато с точки зрения именно что-то порезать самое то так и сегодня нам нужно предыстории я почему потому что потому что гладиолус видео было сейчас я вам скажу видео было посвящено сок таком и алекс white написал мне замечательный комментарий который кстати говоря немало человек про лайкова добрый день артур как говорил один из персонажей из фильма ликвидация тетя пес и песья вот уважаю вас но тьфу вам под ноги за ваше каменное сердце а теперь по существу люблю смотреть ваши обзоры тесты да и послушать ваши кухонные монологи под стаканчик вкусняшки тоже полезно но иногда вы уж не обижайтесь мне кажется что ваш за вас заносит на эмоциях безусловно все это чисто субъективизм никакого никакого объективного отношения и я конечно не такой категоричный как разведос там не посылаю и так далее но говорится живое общение вот при этом безапелляционность с которой вы подаете материал вызывает вопросы а сам артур как часто попадал в реальные экстремальные условия с ножами на которых были лайнер локи триадлоки аксис локи чтобы так заявлять что триадлоки не так важны и лайнер лока хватит за глаза и кто с этим не согласен тот диванный эксперт бам ну я как бы не напрямую так говорил но я говорил что с точки зрения честно сказать не буду себя цитировать может быть даже так сказал сейчас поясню что имел виду чтобы так чтобы так заявлять что триадлоки не так важны и лайнер лока хватит за глаза до считаю что в современном поюзе даже каком-то тактическом даже каком-то там экстремальному я сейчас объясню почему лайнер лока хватит за глаза так позволю себе с вами не согласиться вы когда-нибудь резали ножом землю чтобы сделать схрон с продуктами да боже вас упаси на самом деле ну вот не оказалось у вас лопатки тем более что на выходе каждый грамм экипировки очень дорого обходится я вам сразу же начну сейчас чистить картошку и скажу ну вы меня простите если вы на выходе планируете делать схрон в земле который конечно же никто не разроет никто не найдет и у вас не будет с собой лопатки а будет нож с триадлоком но ее хайди хорошо подготовился парень причем сразу скажу я даже если меня сейчас будет иронии и даже какой-то сарказм это ни в коем случае не неуважение к вам или к тебе давай лучше к тебе алекс так это я так к примеру боевой фикс есть боевой используется по назначению складе нож второй линии используется как вспомогательный инструмент так что я уверен что надежность замка на складном ножа нет непраздная штука но здесь каждый на самом деле каждый сам себе определяет насколько ему надо и не надо я высказал лишь свое мнение потому что у меня худо-бедно именно мой какой-то мирный опыт общение с ножами он показывает что у меня ни разу не было в жизни ситуации и в какие бы ситуации я не попадал скажем чтобы мне именно принципиально было что вот у меня триадлок на кармане хотя на самом деле у меня основной нож на кармане у стриадлоком но так просто совпало мне ни разу не было необходимости применять волшебные свойства триадлока просто это подарок моей жены река один и это самый мой часто повторяем нож хотя та же самая миля ходит и ничего хотя там достаточно тоненький ланя дальше тут жестко врубился макс самойленко буквально вот респект уважуха ребята в первых же двух сообщениях поняли что повода для драки нет друг перед другом раскланились расшаркались и вот что вот за что я люблю свою аудиторию как говорится макс подлетел сразу чуть чуть чего такой типа там за меня в купица и сразу же оба поняли что оба оказывается интеллигентнейшие люди из клуба это вам не просто так так вот по поводу каких-то экстремальных ситуаций я могу сказать что я во всякие разные ситуации попадал иногда о них рассказывал о большинстве я из них даже не собираюсь рассказывать когда-то в своем ролике ответы на вопросы в самом первом я там чуть-чуть приоткрылся немножечко где я что я и как я я могу сказать по поводу конкретно здесь вот разделяем тактический нож и боевой нож правильно тактический нож это любой нож складной или фиксит который подразумевает какие-то дополнительные нагрузки на себя плюс я считаю что для тактического ножа важны такие обстоятельства как удобство а самое главное безопасность хвата как не просто быстрота а моментальность извлечения вот всякие такие фишки боевой нож что вообще очень странная вещь почему потому что боевой может быть меч по его может быть топор боевая может быть там было может быть арбалет какой-нибудь там я не знаю но боевой нож это что это нож в бою или для ножевого боя на живой бой в моем понимании я даже не буду сейчас цитировать этот как бы анекдот там про всех кто там потерял суть в чем суть том что боевой нож вернее на живой бой это фехтование это спорт которым занимаются люди и действительно очень прикольный спорт и вполне возможно как любые навыки которые там дает какой-либо спорт то на живой бою тоже дает какие-то навыки которые могут человеку пригодится когда он будет защищать там себя своих близких и родных в очередной раз я неоднократно это говорила сейчас просто придется это сказать для новичков этих замечательно этот здоровяк начищивает начищает не саму удачную прямо скажем картошку так вот дело в чем придется коснуться самообороны с ножом за которым все кричат про которым все кричат ой посадят нельзя такое говорить и проще и проще я повторю что безусловно никто не призывает никого никаким членовредительством ни с помощью ножа не не без помощи ножа и так далее но иногда жизнь человеку слава богу и дай бог чтобы нам всем этого не довелось на себе испробовать иногда жизнь человеку просто не оставляет шансов то есть когда ты защищаешь себя это еще пол беды потому что самая лучшая защита это обозвать всех пидорасами убежать это совершенно нормально естественно и совершенно не стыдно для человека любой подготовки там любого там главное чтобы убежать смог тут тоже такой вопрос вот но иногда действительно приходится вот они спуске картошечка у нас подхрустывает будь здоров как но держится держится так вот о чем я о том что иногда приходится действительно я самое главное забыл сказать ребята я вас приглашаю к обсуждению этой темы то есть сейчас давайте разгоним как следует сферического коня в том самом вакууме и посмотрим что и как у кого какие мнения вот и по поводу самообороны с ножом то что иногда человеку приходится защищать не только себя и приходится действительно защищать и в таком случае любой железки в кулаке будешь рад а если это удобный грамотный и безопасный для самого нашего обороняющегося нож но по сути узнаешь по сути значит судьба такая повторюсь иногда выбора просто нет не предоставлен так вот и те же самые навыки ножевого боя то есть какие-то молниеносные проходы то есть навыки вот этого самого фехтование на ножах которым занимаются молодые люди они действительно могут пригодиться в какой-то вот такой критической ситуации кстати забыл сказать по поводу критических ситуаций как там было в брошенный мне в лицо перчатки шутка шутка есть такая вещь юмор рекомендую пользоваться так попадал в реальные экстремальные условия с ножами нет я на самом деле попадал неоднократно в экстремальные условия слава богу их было немного слава богу это было давно и дай бог чтобы не повторюсь видите как я всевышнего часто вспоминаю потому что на самом деле это очень неприятное воспоминание мне приходилось несколько раз в своей жизни целиться в людей из огнестрельного оружия и так как я человек очень серьезно относящийся к огнестрельному оружию я совершенно четко до сих пор понимаю что каждый из тех раз когда я прицелился в человека из огнестрельного оружия я был готов стрелять то есть я был совершенно четко понимал что следующее его движение и будет огонь на поражение никаких там всяких разных и возможно даже ну с риском если не присесть то отписываться бы пришлось там до сих пор наверное вот и один кстати из этих случаев был как раз случай когда на меня шел очень агрессивно настроенный молодой человек у него в руке был нож и у меня не было никаких сомнений что он этот нож собирается использовать то есть воткнуть болеть мне куда-нибудь вот и я очень хорошо помню что вот четко фотографично как только сегодня с одним замечательным знакомым обсуждали я говорю я не помню что мне с утра сказала жена но я могу выхватить лицо какое-то из толпы просто из автобусной остановки мимо проезжая там где-то в магазине так далее так далее где-то минут десять под напрягусь а по-любому не успокоюсь и мне память четко даст имя фамилию и все сопутствующие как говорится моменты то есть но это у каждого там свое вот и как раз таки вот случай когда молодой человек шел на меня с ножом и точно помню как это все происходило что я совершенно спокойным отрезвляющим голосом объяснил что сейчас будет я собирался ему стрелять в плечо конечно не собирался его убивать ну то есть в любом случае все просчитывалось не было никаких эмоций все просчитывалось именно с точки зрения как мне потом идти прокуратура отписываться и все вот эти вот моменты вот то есть не сказать чтобы я совсем уж такой прям с дивана ну конечно у меня никогда не было в жизни слава богу и дай бог чтобы ни у меня ни у вас этого не случилось чтобы мне приходилось там использовать нож по как-то мы любят говорить по биоцель и и прессы ты кто такое мог придумать вообще биоцель вот сто процентов какие-то наверное хмурые суровые блин суровые парни в юниформах вот то есть какие-то моменты но я я говорю что всякое разное со мной случалось там и на взрывное устройство попадал и тогда и так далее слава богу вот были моменты когда меня боженька прям ладошкой вот так вот прикрывал и оставался жив наверное даже для какой-то такой определенной цели сейчас когда на украине идет когда в украине идет война и это не просто где-то там сирии там или в ираке или прочее нет а в двух днях езды в полутора сутках езды от моего дома люди убивают друг друга и соответственно цена на человеческую жизнь неважно на гражданскую или на солдатскую она в европе резко вдруг упала ну то есть это это совершенно очевидно это не нам не нужно сейчас разгоняться мы не будем разгоняться за политику просто факт в том что сейчас любые рассуждения про какое-либо оружие про какие-либо там боевые приспособы и для чего это и как это и для чего используется они достаточно кощунственны но при этом вот осознавая все это мы можем немножко все равно потерять и по теоретизировать то есть собственно говоря и потихоньку подойдем к фолдерам кожи ну так вот с чего бы начать начну с того что в моем понимании если мы берем любой нож для какого-то экстремального использования то есть нож для войны нож солдата нож для какого-то экстремального туризма если вы идете действительно в какие-то прям джунгли при джунгли или куда бы то ни было где подразумевается какая-то экстремальная работа для ножа неважно убийство это какого-то противника или это там я не знаю выкапывание схроны и так далее так далее в любом случае это должен быть фиксит в этом плане я как это безапелляционен и категоричен ну это мое право я просто вот так вот потому что я считаю что складной нож какой бы он ни был тактический может быть ситуация когда у вас нет в руках фикси да и вам понадобится вам вам сослужит помощь ваш складной нож но в данном случае вы уж меня простите как бы давайте тогда взвешивать предположим бойца у которого вот штатный вот вот такой вот именно вот этот вот нож что он больше оценит например бенчмейт адамас который там просто напокон и я считаю тактик просто мега тактик или он возьмет хороший викс с нормальным набором инструментов или того же самого француза у которого есть ложка и вилка в комплекте но фиг знает то есть а здесь любом случае определяет какие-то серьезные задачи именно фиксит в любом случае фолдер пойдет вторым номером и в данном случае как бы если фолдер второй номер не важно что там опять же подразумевается какая там экстремальная задача снятие часовых перерубание веток там батонинг строительство плота или еще чего-либо если у тебя на эти задачи только фолдер значит и лох значит и не подготовился или просрал свой фиксит а тогда уже по большому счету от замка ничего не зависит почему потому что самое главное вот лично мое вот как конкретнейшее убеждение то что не форма клинка не сука наличие ярко выраженные гарды не были название не даже не фиксированность или не складываем сделает тактический нож или боевой нож тактическим или боевым человек его делает этим почему потому что когда мы видим например фотографии не фотографии видео андрея кочергина где он своим ндк там болен режет телефонные справочники протыкает там все там 5 10 это не потому что ндк 17 такой эскалибур который просто одноделён каким-то магическими свойствами нет это потому что им работает человек в котором соответствующая физическая ментальная какая угодно подготовка вот то есть грубо говоря не нож джона рэмбо делает своего обладателя джоном рэмбо нет джон рэмбо сам по себе джон рэмбо который может и умеет пользоваться своим ножом то есть в этом плане это самое самое главное о чем принципе всегда нужно помнить почему потому что люди в принципе очень склонны я не исключение особенно по самому началу когда я не задавался какой-то вот философии когда я был совсем еще юн для меня вот эти вот какие-то именно ножевые легенды ножевые формы они оказывали влияние то есть понимаешь что нож который там вот такой-то или секой то на самом деле он прям супер-дупер тактик он даже боевой и он даже такой вот прям холодный там оружие не оружие 5 10 не важно то есть конечно же у стилета проникательная способность для того чтобы продребить человека гораздо лучше чем у полин того же самого например ндк или какого-нибудь творение виталия кима безусловно то есть в любом случае вот все эти фронтальные резы 5 10 стилет это по сути иголка это стальной штырь и человеку которого даже очень мало мускулатуры он совершенно спокойно может воткнуть кому-нибудь его там в печень здесь вопрос другом хватит ли духа не обосрется ли то есть у меня например вот я привел сейчас вам пример с огнестрельным оружием и то есть я сказал что да действительно у меня были ситуации когда я совершенно четко понимал что я готов но это это без этого вообще нельзя достать пистолет это полный бред будет это жену это же будет вообще печаль но при этом я например не уверен себе при всех вот этих вот раскладах я не уверен себе меня нужно очень жестко замотивировать чтобы я подошел кому-нибудь и мог нанести какой-то паре с ножом а при этом есть куча каких-то но действительно обморозков которых ты физически его там не то чтобы там соплей перешибешь но по факту там от одной оплеухи он реально лететь будет и задумываться о смысле жизни для него как высморкаться просто подойти и человеку воткнуть что-нибудь куда-нибудь здесь то есть здесь не только какая-то мускулатура и сила удара нет здесь первую очередь именно готовность готовность причинить боль и даже возможно смерть человеку вот то есть учитывая все вот эти вот обстоятельства учитывая все вот эти вот нюансы я бы сказал когда я говорю о том что самое главное нужно помнить то есть я начал по сути с конца самое главное это именно человеческий фактор человек делает нож боевым боец делает нож боевым они нож делает человека бойцом и вот исходя именно из этого постулата я могу отстаивать свою категоричность и безапелляционность того что неважно какой замок почему потому что если человек действительно подготовленный в первую очередь ментально если человек готов скажем так держать оборону против каких-нибудь там трех четырех пятерых ублюдков защищая кого-либо если человек умел если он быстро ему на самом деле насрать 3 adlock у него или 2 adlock неважно самый простой пример я всегда привожу калоева который зарезал обычным виксом швейцарского диспетчера то есть все он принял решение у него как говорится пошла вот эта цепная реакция и неважно три adlock у него был или еще что-то он сделал но он сделал как говорится свое душегубское дело обычным виксом а вот и в этом плане ребят в принципе здесь если с точки зрения именно по разгоняться чисто теоретически чем я принципе сейчас и занимаюсь под вот эту вот самую нарезочку то конечно можно предположить что при равных данных если мы берем одного и человека предположим некоего бойца то в принципе безусловно ножи отличаются безусловно они как-то друг от друга там но в любом случае идет конечно какое-то отличие то есть сами по себе вот скажем назовем их военные ножи есть несколько групп распространенных правильно то есть это стилеты причем стилеты и сейчас не в моде они в моде именно вот у тех же самых а nv nice есть стилет у экстрема много у итальянцев вообще много стилетов значит у других фирм тоже почему потому что на самом деле стилеты вышли из моды у военных которым физически нужно было снимать часовых прокрадываться на какие-то объекты сравнительно недавно когда появились под когда появился бесшумный огнестрел когда появились какие-то именно определенные способы то есть я уж не буду говорить там были или нет там в первую мировую какие-нибудь боевые итальянские арбалетчики или нет но по факту если мы посмотрим на именно ножи спецназеров первой мировой войны как на ранние ножи каких-то командос и так далее так далее то мы именно видим большинстве своем стиле почему потому что там очень тяжело промахнуться он действительно это очень быстро и орудие умерщвение человек с этим не поспоришь вот плюс конечно же некие там кабара подобные которые опять же они очень сильно разошлись в самых разнообразных вариантах то есть есть ну мы по большому счету тот же самый нож джона рэмбо по сути это производная от кабара правильно это боевой правильно если мы берем в принципе классический боевой как нож сочиненный полковником боевой то дальше так и идет просто почему я кабар упомянул потому что кабар это именно уже нож который более менее в современной истории использовался армейцами и он или на серии то есть самых разнообразных там каких-то каких-то как сказать кастомных вариантов полно и куча ну кабар это именно был нож который был именно физически на вооружении и он принципе спонтом кабаровцы говорят что и до сих пор на вооружении вот безусловно это некий штык причем любой современный штык или какой бы то ни было штык опять же здесь очень много вариантов у экстремы причем действующие штыки которые действительно предназначены для того чтобы быть присоединены примкнуты к огнестрельному оружию это тот же самый блин я помню конечно винину погорячился сняв видео о том что под при всем моем уважении винину очень погорячился сняв видео посмотрите как я специально режу не в одно движение найти для чего для фотки в инстаграм очень ровный рез получается для меня принципиально чтобы рез был прямо ровненький и он выходит именно такой как я хочу и вот то о чем я говорил на обзоре что это микро рекорва будет будет брюшка падает падает в разрезаемый материал вот то есть это вообще отдельно конечно нры то есть любые транскрипции финки которые там кто как угодно там от финнов переняли не от финнов на самом деле мы не будем забывать что когда пошел расцвет принципе финки филляндия в то время еще была в составе россии то есть здесь все очень условно постоянно шел обмен постоянно шел обмен каким-то опытом и так далее и так далее по сути появились вот эти вот финские боевые ножи и соответственно наши знаменитые очень боевые нр и тот же самый нож сапера 39 года и так далее это так или иначе разные куплеты одной и той же песни и те же самые уральские ножи и прочее прочее зацените красоту красота получилась очень очень прям красивая прям реально реально по красоте все вышло так это сюда потому что это не помещается я не вру я действительно хочу сделать красивую фотку поэтому так и нарезал с такой любовью только таким ножом и можно сделать какой-то красивый натюр мортик чтобы потом не стыдно было посмотреть жене в глаза ладно поехали дальше дальше у нас лаппи на подходе где он вот тут а я бы так сказал безусловно самый здесь ведь еще такой момент можно закупить каких-нибудь крутых ножей там для какого-то спецназ можно вот таких ножей купить для чешских танкистов и замотивировать их специальным ножом но по сути самый конечно распространенные ножи это и для меня лично самый толковый с точки зрения вот всяческих разных моментов это конечно классический зайдатен мессер собственно говоря к которому и в моем мировоззрении принадлежит тот же самый глок 78 и тот же самый вектор тут на меня один господин прямо напал с критикой с жесткой критикой что я такой секой посмел сравнить вектор с глоком 78 а на самом-то деле это нр и прочее прочее скорее всего он посмотрел начале репортаж виктора агре который я не знаю с какой целью видео там приплетал нр и потому что близко нету и на меня этот человек напала я спросил вообще в глок то видели вообще 78 нет мне это и не надо думаю ну вот и поспорили как говорится почему почему бы бляха и нет вот на самом деле я могу сказать что может быть что-то поменялось именно в каких-то трактовках в суприме но я точно знаю что у вектора растут ноги из глока я это точно знаю и в какой-то момент не пришлось напрячься для того чтобы их нож супримовский не был так сильно похож на глок и пришлось напрячься чтобы их нужны не копировали глоковский как они копировали во второй или в третьей генерации вектор вот и собственно говоря вот этот вот за льда там мессер это самое главное что чтобы это было практично относительно не убиваем а и самое главное дешевое в производстве чтобы можно было действительно его тысячами штук клепать и собственно собственно с глоком это именно и удалось и получилось потому что они именно тысячами штук их и и клепают и до сих пор клепают там помню я не помню сколько лет они тут юбилей юбилей праздновали но если 78 значит как раз 18 праздновали юбилей да точно блин я же был на глоковской вечеринке и там даже разыгрывали ребята получали в специальных этих пистолетных чемоданчиках памятные глоки с гравировкой да 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 было было дел вот и какие еще безусловно есть какие-то отдельно взятые ну абсолютно наверное такие вот кинжалоиды на которые мастер та же самая экстрема например то есть если я что-то сейчас забыл пишите интересно потому что по факту вот такие вот у меня лично в моем мировоззрении группы именно ножей которые могут использоваться там где-то в войсках по назначению не по значению с учетом того что я человек относительно гражданский и в этом плане я действительно с дивана я ничего не скажу но у меня скажем так был довольно близкий контакт опыт скажем так я не знаю общение вряд ли скажем в общем я сталкивался самыми разнообразными порезами и уколами именно людей на людях видел вот и конечно же вот это вот опять же законодательство российской федерации например в плане там холодный или теплый это полный пиздец потому что по факту реально ведь кухонниками вот сейчас покажу вот ровно вот таким ножом парень зарезал соседа за то что он перфоратор врубил ну не договорились по поводу шума в квартире вот и в этом плане конечно вот это вот та самая классическая классический русский нож по виктору миллеру треугольник это экстрема рацию шрапнель one по сути это вот это именно треуголь по сути это как кухонный нож только тактический это боляха наверное самый страшный нож с точки зрения именно причинение бабошек почему потому что практически коллет чуть-чуть может быть хуже чем стилет но по факту дырку оставляет там сантиметра три с половиной четыре это ощущение прикольно то есть экстрема рацию шрапнель one например это достаточно серьезная вещь вот этот вот товарищ тоже я могу сказать повторюсь все зависит от человека но здесь лично вот в моем понимании лично мировоззрение здесь очень сильно играют роль 3 миллиметра потому что когда берешь вот такой же нож с пятеркой с шестеркой уже там конечно нужно чтобы силушки в руках было побольше богатырской никуда не денешься вот и что еще хотел что-то сказать умная и как всегда вылетела из головы счета погодите ребята сейчас я на паузу голову поставлю то что может быть я про финки сказал про ну и конечно же какие-то именно авторские а я вот хотел сказать что есть ножи которые называют как бы боевыми как бы там и так далее но там настолько много условностей тот же самый кочергин тот же самый кондрат с кондратом самое главное это себе не отрезать что-нибудь не то что там кого-нибудь не порезать а себя не покалечить потому что он просто режет все вокруг себя всеми своими как говорится режущими кромками вы заценили да как моцарелка пришлось хорошо было про 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 прорезан тоже вот ровник ведь ровник супер вот и появляются конкретно вспомнил опять от меня достанется пономареву потому что был один ролик причем там тысячи просмотров сотни тысяч просмотров про боевые ножи где алексей на полном серьезе рассказывал он держал в руках нож типа вот авторство кистеня я не знаю просто этот нож делают и златоуст аир и росоружие под разными названиями у росоружие это по моему боец у аира это кистень он там такой загибу загигулиной такой весь весь из себя сложный и я могу сказать что опять же сам по себе александр по моему зовут его александр кистень безусловно этим ножом нашампурит кого угодно если взять среднестатистического человека он даже одежду им не пробьет потому что его вывели в хозбыт именно с схождением кромок и там блин проще плашмя стукнуть и тогда просто по противник потеряет сознание то есть есть какие-то варианты которые вообще не подразумевают ходу универсального использования они исключительно на каких-то особенных людей рассчитаны особенные люди совершенно спокойно он может просто не заточенной арматурой в башку кому-то воткнуть если он сам по себе человек особенный правильно поэтому все это алекс очень 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 и вот как раз таки я очень много раз слушал на тему того что слышал вот эти вот высказывания на тему того что у этого ножа нет триадлока значит это говно или я делаю нож но я делаю обзор на действительно классный нож какой-нибудь именно тактический а перечень признаков тактичности я как бы уже давал неоднократно я с высоты своего дивана своего понимания своего жизненного опыта я говорю что этот нож он тактический он мгновенно влетает в руку он очень удобный он невероятно ухватистый то есть здесь есть все для того чтобы как бы вот соответствовать и много раз мне на мои вот эти вот мои слова уважаемые зрители писали что ты типа блин на самом деле нихера не понимаешь нож говно вот подскользнулся первый раз помидорки безусловно очень такие у меня как старушка уже на пенсии но факт остается фактом подскользнулся и когда вот это вот я все слышу понимаю я все время думаю что вот ни разу я не слышал от людей то есть я много раз слышал что нож говно потому что него лайнер лог они триадлог что у него там фрейм они триадлог так далее но я ни разу не слышал что вот я оказался в такой-то ситуации и меня мой лайнер лог подвел а если бы у меня был бы триадлог я бы выбрался бы из этого горящего танка понимаете не было такого не у меня я так вот чтоб на слуху не видел поэтому я с точки именно зрения своего своей ножевой недоразвитости и своей какой-то именно категоричности я именно так и заявляю что на самом деле гораздо удобнее для меня например гораздо важнее в в поюзе удобство замка и в этом плане триадлог один из самых неудобных замков полюбасу то есть нож приходится перебрасывать для того чтобы сложить еще и там дополнительные какие-то манипуляции и прочее и прочее и прочее вот видите ножом из танка т-72 нарезаю авокадо ночью почему бы нет могу себе позволить как говорится авокадо сука уже как кокаин стоит уже семь евро килограмм ведом болин вы прикалываетесь что ли нет не прикалываться все говорится по по взрослому по-настоящему так нож был предсказуемо восхитителен именно за счет выделяющегося брюшка то есть мне не мешало вот вы видите принципе как он грязюка идет на клинке то есть мне не мешало вообще совершенно не мешал упор не втыркивался нарезка шла легкая и отдельное уважение акта нон верба за то что нож такой легкий вот это его и делает более успешным в использовании более более манипулятивным скажем так прошу прощения за категоричность миру мир и дай бог в принципе чтобы мир настал наконец-то все спасибо за просмотр всего доброго пока